Привет всем! Сегодня мы рассмотрим такой инструмент для редактирования в блендере как нож. Он помогает создавать новые вершины, ребра в произвольном направлении и помогает даже разрезать объекты на части. Выделяем объект, который мы хотим разрезать. Переходим в режим редактирования Edit Mode. И для того, чтобы начать разрезать, нажимаем клавишу K на клавиатуре. Зажимаем левую мышку и начинаем резать как мы хотим. Сейчас он режет не насквозь, а режет только те стороны объекта, те грани, которые мы видим, которые попадают в его и в наше поле зрения. После того, как мы закончили, мы нажимаем просто клавишу Enter и операция останавливается. Можем покрутить, обратить внимание, что все это только на тех гранях, которые были в поле зрения. Перейдем в прозрачный режим. Если мы выберем режим выделения грани, то мы видим, что каждая грань выделяется теперь отдельно. Теперь отдельный полигон. Как же нам разрезать объект напополам? Переходим в объектный режим. Удаляем наш куб. Добавляем новый, чтобы просто был яснее и понятнее. Режим редактирования. Этот инструмент, нож, мы можем включать не только с помощью клавиши K, но также слева в панели он у нас тоже есть. Если мы зажмем левую клавишу мыши и удержим нажатие, то у нас появляются два варианта. Или мы включим нож, или мы включим инструмент BISECK. И опять же, левая кнопка мыши протягиваем. И вот у нас произошло разрезание нашего объекта напополам. Вот мы видим, да? Здесь у нас появляется Gizmo, с помощью которого мы можем двигать наш разрез. Но еще более детальный инструментарий у нас находится вот в этой менюшке. Здесь мы можем не только отрегулировать местоположение, как если бы мы перетаскивали за Gizmo. Мы можем также вращать наш разрез. Вот. Он поворачивается, да? По трем разным осям. Вот. И так же у нас есть возможность заполнить грань. То есть до этого у нас были только ребра. Но если мы уберем вот эту половину, например, вот так убираем, да? То у нас здесь будет просто дыра, как мы видим. Здесь мы можем ее заполнить. Фил. Добавляется уже грань, а не только ребра. И с помощью вот этих мы можем выбрать, что мы уберем. Какую часть. Можем оставить вообще обе части убрать, и у нас останется только вот такой наклоненный квадрат. Продолжение следует. Продолжение следует...